итак всем привет добро пожаловать на тест драйв peugeot 508 автомобиль у нас двигателем 1.6 турбодвигатель 150 лошадей мы находимся в москве вот автомобиль из пресс-парка peugeot они предоставили мне автомобиль на 4 дня вот и значит уже езжу на этом 4 дня и уже у меня принципе мне нравится итак а с чего начнем машина значит у нас естественно передний привод конкурент у нас с таким автомобилем как volkswagen passat hyundai sonata nissan tiana toyota camry kia optima вот в принципе здесь у нас 1.6 стоит 150 лошадей 6-ступенчатый автомат что можно сказать про автомобиль во первых автомобиль не очень понравилась передняя панель и удобная посадка то есть у нас очень качественные материалы вам потом покажу вот понравилась работа автомата достаточно на мобиль так интересно как бы вот хорошо работает двигатель у нас в купе с автоматом то есть 150 лошадей в принципе он не выдающийся какой-то да но тем не менее автомобиль так послушно ускоряется хорошо у нас очень легкий руль и такое но очень информативный то есть мы чувствуем автомобиль вот автомобиль идет автомобиль идет очень плавно и высокие это я покажу вам попозже немножко автомобиль очень высокий у нас автомобиль на данный момент на мышление высоко высокопрофильному вообще например продолжаем просто маленькая техническая у нас неполадка кстати вот отлично работает система навигации здесь без каких-либо таких серьезных ошибок вот москве солнечных приятная погода московское движение конечно имеют свою особенность передвижение по городу вот например если сравнивать плавности хода то автомобиль на мой взгляд один из лидеров так как здесь просто неубиваемая непробиваемая даже подвеска которая глотает любую неровность абсолютно то есть мы можем ну я конечно так не делаю но легко легко переехать не значило полицейского да то есть стыки мы не мы не чувствуем асфальтовые и принципе я не думаю что она вообще не преподносит никаких вам таких неприятных ощущений уедете вы высоко над автомобилем вы защищены вот и очень все приятно очень понравился автомобиль вот именно подъездка вообще французы всегда умели делать подвеску вот 406 вот просто было там феноменальная пока там не поставили наш адаптивный пакет она очень хорошо управлялась автомобиль не напрягает вообще водителя то есть мы не подруга заметили да и все время еду мы даже не подруливаем все настолько приятно и понятно здесь что но не пежо всегда этим нравились что она не требует особо много от водителя как-то там прибаваться там ехать вот сейчас да не зависимости ну наша дорога хорошая вне зависимости от того какая будет значит у нас асфальт автомобиль четко едет по прямой на руль вообще минимум у нас передается вибрации то есть автомобиля реально если сравнивать с корейцами но он их лучше то есть здесь автомобиль в чем вообще на мой взгляд и его плюс я сначала плюсы говорю автомобиль размером если например сравнивать с сильнейшим игроком на данный момент то есть это то что вот я ездил от фельсваген посад он размерами больше посада и у него то есть это в машине за миллион рублей грубо говоря у нас полностью салон я считаю что лучший классе по качеству материал остальном и очень много опции да то есть у нас там машина стоит миллион вести у нас поворот как синон у нас пенчатый автомат у нас дисплей цветной в центре большой с навигацией я хочу цветной дисплеем магнитола хором магнитола если честно и так себе не особо но она здесь есть и динамики тоже ну может быть я просто искушенную гурманов не удивить а так в принципе хорошие тормоза вот тормоза здесь действительно требует вот такого прям внимательного прям про них рассказа что у нас очень чувствительная педаль и мы можем дозировать усилия то есть как резко мы можем нажать машина с nk open так и просим держаться за любым другим автомобилем мы можем четко дозировать усилия прям чувствовать с первого момента как я сел в этот автомобиль я понял что в принципе это одно из самых больших преимуществ но на первом месте все-таки подвеска подвеска здесь очень подвеска здесь не пробиваемая ну по крайней мере она создаёт такое впечатление итак продолжая делать продолжая делать вывода автомобиля уже проедет весь день в москве очередной я считаю что если не брать основных конкурентов как бы я уже примерно описал у у peugeot есть достоинства это размеры салона корейцев и качество пассата вот вот мне кажется вот здесь вот у него вот это вот есть преимущество и причем на мой взгляд качество салона здесь лучше чем в пассате вот и по цена комплектация я думаю что автомобиль тоже ну цена на ворота вот пассата все-таки это дорогой автомобиль вот и вообще сложилось мнение что вот для москвы это идеальный автомобиль то есть на локациях пробках у нас 1.6 турбо о которых более то не слышно да не выдающийся мотор но в принципе какая разница если достаточно быстро работает автомат спорт режима здесь как такового ну есть в принципе да но он не нужен то есть даже если вы часто едете в пород как давите на газ например да то есть он сам адаптируется под вас вот высокая очень машина еще раз повторяюсь там можно заехать и парковаться на какой-нибудь там бордюр спокойно то есть на уровне там минивэнов наверное ойти как в голову кроссоверов да то есть таких у нас дорожный просвет мне кажется здесь очень высокий и опять система навигации конечно радует радует вот все таки да для москвы мне кажется мощность здесь не особо нужна ну он прыгает ну как сейчас давайте попробуем на прямую дорогу выехать я постараюсь продемонстрировать вам динамические характеристики автомобиля и что творится при этом в салоне так да да ну давайте попробуем скориться газ в пол едем 110 110 ну нормально машина едет 130 км в час очень чуткие тормоза в принципе если например сравнивать автомобили с автомобилями на которых ездил до этого это автомобиль однозначно лучше чем Hyundai Sonata однозначно лучше чем а Fort Mondeo Fort Mondeo качество материала проигрывает но размеры у Mondeo самая большая насколько я знаю вот в чем преимущество перед посадом это размерами да может он не так четко управлять но здесь есть огромный плюс очень энергоемкая подвеска которая прям прощает по таким неровностям едем и у тебя не обливается вот сердце у вас не екает когда вы наезжаете на какую-то там трещину еще чего-то понимаешь понимаете то есть вот на ты как к индивидуальному подписчику даже к каждому обращаюсь вот если сравнивать например с Kia и Optima да то есть я думаю что Optima тоже проигрывает по качеству материалу и подвеска не такая энергоемкая но почему-то лидером в классе назвать не могу не знаю может быть мне все-таки смешает какая марка Межо все равно бы мне кажется до миллиона я бы выбрал миллион сто, миллион двести посад честно не понимаю почему но как бы у нас проблема французов это была надежность вот ну посмотрим что покажет время а так я считаю что это очень удачный автомобиль для концерна Peugeot очень и они очень будут серьезно бороться в своем сегменте вот давайте сейчас значит подождем утро и посмотрим салон и внешний вид если будет видно конечно опция поворотный ксенон здесь у нас есть очень интересно то есть пары поворачивают туда куда если видно на на камере то есть они следуют за движением руля поворачиваем влево фару у нас идет влево вправо ну то есть все наверное прекрасно понимают как это работает но просто как это получается делать на Peugeot и так визуально прошу обратить внимание смотрите высокий да смотрите какой он высокий какой дорожный просвет с учетом очень широкопрофильные колеса Michelin прям вот я считаю что это одна из самых вот лучших резин для этого автомобиля потому что сочетание управляемости комфорта и непробиваемости подвески 215 на 60 R16 то есть они очень широкие и высокопрофильные прям ну машина конечно смотрится немножко не не по спортивному да так высоко но можно повторяюсь заехать на высокий бордюр абсолютно как бы ничем не рискуя не черканув ничего абсолютно так давайте сядем в салон ну двери закрываются конечно так не по очень звук не немножко есть короче вибрация здесь но не очень породиста но шумоизоляция на уровне выше чем у корейцев конечно так так давайте сейчас попробуем сначала заглушить автомобиль очень много места в принципе здесь все так и самое главное обратить внимание вот я хотел обратить на качество пластика то есть у нас нет какой-то комбинации дешевый дорогой везде абсолютно одинаковый мягкий пластик абсолютно везде вот везде снизу сверху в дверях вот вот смотрите везде мягкий нет никакого-то там компромисса здесь подешевле чтобы подешеветь автомобиль не пахнет вот дешевизной такой сэкономленной то есть давайте заведем у нас выдвигается проекция на лобовое стекло то есть вот у нас тут указывается значит если вам видно километров в часть круиз круиз-контроль и навигация то есть отображает у нас стрелки вот так то есть скорость имеется километров в час так в центре у нас комбинация приборов очень красивая даже я сказал бы да особенно ночью вот чуть-чуть не информативная но особо-то не влияет 8,4 у нас расход прошу обратить внимание значит у нас тахометр температура масла уровень бака здесь у нас настройки топливного бака здесь у нас настройки круиз-контроля естественно спидометр 8,4 средний расход этого автомобиля в принципе для такого класса 9,2 он едет до сутки на автомате очень хороший показатель вот здесь у нас значит навигация управляется она отсюда ну тут понятно как система ордрайв выбираете что нужно медиа радио все отсюда центральный тоннель и тут управление телефоном подогрев чуть ниже снизу у нас значит центральная блокиратор дверей чтобы в москве там да мало ли что ну вдруг вы с наличными деньгами поехали за машину да и надо как-то мало ли что может прописи случиться поэтому закрываете на видном месте здесь у нас подстаканники но вот хочу отметить небольшой минус этого автомобиля да то есть вот мы вот сидим например некуда поставить там телефон некуда положить здесь понимаете вот нет такого места куда можно положить телефон подстаканник если мы сюда вставляем стакан например вот это при переключении поворотников мы всегда его будем задевать не поворотников а этих При переключении, например, вот этого рычага То есть он отвечает у нас за дворники Или, например, если мы будем в ручном режиме Ну, лепестки есть, это уже хорошо То есть мне очень нравится, хорошая опция Вот, мы будем всегда задевать его Вот, а так, в принципе, автомат очень понравился По характеру мне почему-то DSG напомнило Вот, есть, правда, небольшая вибрация Когда мы DSG, да, у нас вибрация появляется Вот, а так все, в принципе, понятно здесь Ну, ручной режим у нас, спортивный режим и зимний Ну, и, естественно, лепестки Так, сиденье, значит, сиденье, смотрите Очень ярко выраженная боковая поддержка Водительское сиденье с подкачкой Сейчас покажу Боковый опор можем накачивать И поистичный подпор Регулировка электро полностью Можно также опускать, поднимать Нижнюю часть сиденья Отдельно И так и целиком сиденье Вот, давайте сядем назад Так, сажусь сам за собой Места очень много в машине Я считаю, что это один из самых лидеров в классе Просто, просто места очень много Небольшой бардак Подлокотник у нас Здесь у нас подстаканники Здесь люк для перевозки длинномеров Ну, посмотрите, вот И вот Ну, очень качественный сон Ну, посмотрите, вот это вот Сиденье, строчка, да То есть, ну, вот боковая поддержка видна Она очень хорошо сделана Прям вот, ну, я не знаю Ну, классом выше автомобиль Ну, не миллион он визуально стоит Очень дорого и качественно Я реально, я считаю, что это один из самых качественных салонов в классе Значит, здесь у нас тоже ручки Везде мягкий пластик, ткань Ничего не скрипит абсолютно Потому что нечему скрипеть Он прорезиненный такой Вот, здесь у нас стеклоподъемники Соблокотник у нас здесь Давайте откроем багажник Так, значит, багажник У нас багажник открывается Смотрите Ну, с кнопки сбрилка это понятно Вот с этой кнопки И он открыт Багажник у нас Сейчас у вас высветит Сколько он литров Потому что я так на скидку не помню Большой багажник То есть, мы можем откинуть переднее сидение Образуется ровный пол Здесь у нас полноценная запаска снизу И обратите внимание, опять же Не просто коврик какой-то, да? Тонкий Он же у нас такой Как это метело называется? Да, какой-то пенополиуретан Ведь смотрите Зачем-то щетка Для волос нужна В комплекте К запаске Непонятно зачем Так Здесь у нас тоже Различные ящички Шумоизоляция, конечно На уровне На уровне Так Ну, что можно сказать Про автомобиль Я считаю Я считаю, что автомобиль Хорош Хорош Все-таки Основное преимущество Это Очень энергоемкая подвеска Очень Прям Я даже не знаю С чем сравнить Кому-то на кроссовере ездишь Просто очень понравилось Очень понравились тормоза Двигатель Ну, не сказал бы Чтобы прям Ох-ах 150 лошадей Достаточно нормально Передвигает Но робот с ним справляется И прям Получается Очень сбалансированный автомобиль Поэтому В принципе В классе Д Я думаю Он Это один из самых лучших представителей По крайней мере По качеству салона В принципе И изготовление Вот Не знаю, что будет с надежностью Но я считаю, что Один из самых лучших автомобилей В классе Д Я был приятно удивлен А так Всем спасибо До свидания Следите за моими видео Продолжение следует...